Самое главное дать своему таланту выход, чтобы дарить свое мастерство всем окружающим. Так считают во второй школе искусств. Идея проведения фестиваля конкурса тому подтверждение. Проводится он первый раз и носит статус открытого. Поддержал юные таланты камерный оркестр музыкального колледжа. А в члены жюри вошли профессиональные музыканты. Детей стало столько много в нашей школе, талантливых, ярких, живых, что мы подумали, нужно создать такую воспитательно-эстетическую организацию, культурный центр, чтобы сплотить всех детей в одну эту ячейку и сделать уже общее дело на благо своей страны, в первую очередь города, района, родителей. Свои таланты на конкурсе продемонстрировали 90 участников. Номинаций было несколько. Инструментальное исполнительство, хоровое пение, народный эстрадный вокал, хореография. Мне очень нравится здесь заниматься. Мне нравится моя специальность. Это вокал. Я играю дополнительно на фортепиано. Обычно у меня вторые места везде. Так, если в школе участвую, то, конечно. Но у нас разные выступления. У нас очень веселая, классная учительница, с которой никогда не соскучишься. Не хотела бы отсюда уходить. Некоторые на 5 лет записаны, а некоторые на 7. Но, возможно, я перепишусь и буду уходить на 7 лет. Ну, выступаем мы очень часто. У нас группа, три ОМ. Ну, вот недавно тоже был конкурс. Мы заняли первое место. Мы участвовали в конкурсе «Земля под белыми крыльями». Заняли, ну, у нас специальный диплом. Я пою уже давно. Сначала я начала заниматься с мамой еще с малых лет. Я профессионально... Моя мама музыкант. Она профессор. Я профессионально с ней занималась. А потом поступила в музыкальную школу. Не зря выбрала эту специальность. Я не жалею. Фестиваль стал настоящим праздником для детей. По сути, каждый из них уже артист филармонии. И победа здесь была не главной. Дипломы, грамоты, специальные призы от организаторов получили все участники творческого форума. Первый блин не вышел комом. И в следующем году организаторы планируют расширить формат фестиваля. Подумывают о большей площадке для проведения. Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.